Всем привет, я Александр Иванов, и это проект «Хемия просто». И сейчас я вам расскажу немного о йоде. Историю о том, как открыли 53-й элемент таблицы Менделеева, вы можете посмотреть вот здесь. Получить йод можно различными способами. Например, при действии концентрированной серной кислоты на йодид калия. Получается йод. Сам по себе йод – это кристаллы черно-серого цвета с фиолетовым металлическим блеем. Однако йод – не металл. Это галоген, как фтор, хлор и бром. При нормальных условиях фтор и хлор – это газы, бром – это жидкость, а йод имеет форму твердых кристаллов. Если йод нагреть, то он не расплавится, а начнет сублимировать, то есть сразу переходить из твердого состояния в газообразное. Сейчас вы наблюдаете именно этот процесс. С древнегреческого йод переводится как «фиалковый» или «фиолетовый». Это тоже прекрасно видно. Попадая в холодную зону стакана, йод конденсируется в виде маленьких кристаллов. Теперь взглянем поближе и увидим образовавшиеся маленькие кристаллы йода. Так как мы инженеры, то для нас нет ничего невозможного, поэтому давайте все-таки получим жидкий йод. Для этого в пробирку положим немного кристаллического йода и нагреем. Видно, что йод начал сублимировать и улетать из пробирки. А на дне пробирки йод образовал жидкую фазу. Если наклонить пробирку, то мы увидим, как течет жидкий йод. А теперь выльем на лист бумаги содержимое пробирки. Йод моментально кристаллизуется на листе бумаги, создавая красивый узор. Правда, он не вечен. На открытом воздухе йод постепенно улетучивается и рисунок через какое-то время исчезнет. Фотографии этих узоров вы найдете по ссылке в описании к видео. Поехали. Следующий шаг. Смотрите продолжение в следующей серии. То, что йод был жидким, подтверждает язычок на краешке пробирки. На одну экзотику посмотрели, а теперь посмотрим на экзотическое соединение йода и азота. Оно крайне неустойчивое. Называется иодит азота. В советское время школьники с помощью него пугали своих одноклассников и учителей. Однако баловство и неосторожное обращение с ним могут привести к серьезным последствиям. Чтобы получить данное соединение, необходимо смешать водный раствор аммиака и тщательно измельченные кристаллы йода. А затем хорошенько перемешать. Происходит реакция и образование крайне неустойчивого соединения иодит азота. Затем необходимо отфильтровать полученные кристаллы и иодиоазота и дать просохнуть. Сушить надо там, где собираетесь бабахать. Так как когда кристаллы хоть чуть-чуть просохнут, то перенести в другое место у вас вряд ли получится. И ни в коем случае не сушите на батарее. Когда все высохло, необходимо слегка прикоснуться к кристаллам и произойдет взрыв. На всякий случай предупреждаю, если ты смотришь видео в наушниках, то убавь громкость, иначе оглохнешь. Дурачков среди нас и так полно, так что не рискуй. Это были всего лишь остатки иодиоазота на фильтре. Дальше будет кусочек иодиоазота побольше и будет очень громко. Дальше будет кристаллы. Бомбарда! Химики довольно давно предложили метод проявления скрытых отпечатков пальцев парами йода. Для этого вещественные доказательства, например, предмет одежды, помещают в специальную камеру, куда вносят некоторое количество йода. При небольшом подогревании отпечатки проявляются практически сразу, но при выдерживании на воздухе блекнут, так как йод возгоняется. По этой причине камеру снабжают прозрачной крышкой, чтобы быстро провести фотографирование. Данный метод наглядно продемонстрирован в фильме «Сокровище нации». А теперь поговорим о радиации и изотопах йода. Что такое радиация и с чем ее едят, можно посмотреть вот здесь. В природе существует только один изотоп йода. Это стабильный изотоп йод-127. Что такое изотопы, рассказано в этом видео. Всего известно 37 изотопов йода с массовыми числами от 108 до 144. Все они радиоактивные. То есть все нестабильные изотопы йода получены искусственным путем на различных ускорителях и ядерных реакторах. Наиболее опасными считаются изотопы 131 и 133 йода, так как их периоды полураспада достаточно большие, чтобы эти изотопы попали к вам в организм. И в то же самое время слишком короткие, чтобы они успели нанести существенный урон вашему организму. Что такое период полураспада, можно посмотреть в этом видео. А пока объясню человеческим языком. Давайте представим, что в окружающую среду попали эти радиоактивные изотопы йода. Изотоп 136 йода навряд ли доберется до вас, так как его период полураспада всего лишь полторы минуты. Через 10 минут можно будет считать, что он практически весь распался и вам он больше не угрожает. Изотоп 129 йода имеет огромный по человеческим меркам период полураспада. Вероятность того, что он попадет к вам в организм достаточно большая. А вот навредить он вам вряд ли сможет, так как по сравнению с человеческой жизнью его можно считать стабильным. Изотопы 131 и 133 йода это золотая середина, которая несет реальную угрозу. Они успеют попасть к вам в организм, а затем достаточно быстро распадутся и принесут вред вашему организму. Именно поэтому, если вы узнали, что где-то рядом произошел атомный взрыв или авария на атомной электросанции, то вам необходимо развести раствор йода в стакане воды и выпить. Либо за раз выпить несколько таблеток йодомарина. Организм забьет щитовидку стабильным изотопом йода, который вы выпили. Теперь, даже если в вас попадет радиоактивный изотоп йода, то в скором времени он выйдет с продуктами жизнедеятельности. На этом все. Подписывайся на канал и группу ВКонтакте. А также можешь поддержать проект вот здесь. Всем пока!